так ребят меня просили показать как я поливаю свои башмачки как вы помните башмачки вот это вся основная масса у меня пришла так она у меня пришла буквально в том году листик нижний у нас ушел вот что я хочу сказать я кстати их очень давно не показывала все они живы все они у меня на месте вот что я хочу сказать мне я делала значит посадки вот в такие вот кашпо да то есть которые два в одном и кашпо которые у меня идут вот такие вот мастердам большой вот этот башмак который приходил меня стоит большой вот а вот они маленькие которые приходили у меня я хочу сказать что лично мне вот такие вот кашпо очень понравились для этих растений очень понравились потому что их и не перельешь и в то же время есть небольшая подушка да вот здесь вот внизу в ножках для того чтобы растение добивало и так как я как я поливаю их ну конечно это не касается моего большого растения у меня есть еще большой большой-большой американец который сидит трехлитровым там вообще просто столько корней что я наливаю два внутренние кашпо чтобы было где-то пару сантиметров в так во внешне кашпо что было во внутреннем два сантиметра вот и оставляю так пока он сюда не выпьет поливаю по краю у них у этих растений самое слабое место это конечно же розетка поэтому я стараюсь их не опрыскивать я стараюсь чтобы при поливе вода была только лишь по краю то есть мне важно чтобы мог сверху смочился и вода которая у нас опускается вот так вот вниз видите вот такой она у меня там остается потому что ну я хочу чтобы корни дошли до самого низа то есть через недельку вот этот мог сверху он практически весь подсыхает мусорное все это дело и таким же образом я буквально немного проливаю кстати вода вот эти вода у меня это остатки от полива скажем тогда моих телансе и их поливала вот среди недели подсохлась замечательно вот я поливаю вот таким вот образом что вниз стекло то вниз стекло то есть я их особо не замачиваю я с ними не бегаю вот подошла и полила все вот таким вот образом мог сверху увлажнился маленько немного есть значит есть если слишком много перелила то конечно же я солью вот так тут у нас вообще мух по моему еще не совсем посадка довольно таки легкая вот так что башмачки ну в моих условиях ну раз в неделю я к ним подхожу от неделю подхожу и обязательно полью даже если мух чуть-чуть влажность сверху я все равно полью потому что ну вот те самые растения которые любят повышенную влажность но не болото знаете я первое время путала все эти понятия влажность и болото нет это влажность у них сейчас создается за счет самой посадки самого грунта который я составляла то есть все пересадки моих башмачков есть конечно на видео какой грунт составной я тоже показывала то есть это это специальный грунт для башмачков кальцифитов вот и карат которая там внутри имеет место быть она уже за столько времени то есть честно следующий год да конечно же она из палитого из полива в полив она уже хорошо стала влагоемкая поэтому внутри грубо говоря да вот при таком поливе внутри них не просыхает вот смотрите как хорошо он себя чувствует как детка хорошо пошла она вот я выбираю место где мне точно не попасть к шее то есть от шеи у нас могут быть все проблемы эти не надо этого делать даже если маленько перелили ну подождите там минут 10-15 сказать это водичка еще хорошенько смочит всю посадку и потом можете если вы переживаете можете ее слить вот это при моих таких условиях скажем так температура 24 градуса влажность так как они стоят у меня в зале где увлажнители воздуха влажность мне где-то 60 70 процентов точно есть вот такие прекрасные розетки то есть за то время когда я получила пашмачки свои у меня ни один пашмачок не пропал все все они растут все они прекрасном состоянии вот я так думаю что их надо будет усиленнее более более поливать когда допустим я увижу цветонос до цветоносе когда соберется цвести когда она будет цвести а сейчас на данный момент кстати вот это помните это у меня от моего сейчас название подпишу маленько забыла название же метод нет нет нету потому что я помнилась на название тут она вылетела помните детку отсоединяла поставил мне еще говорили чем ты рано это делаешь рано да на свой страх риски это сделала но розетка живет она очень хорошо подросла нижние листочки уходят верхние более большие развиваются у него еще револьверное цветение я еще рассказывал что пришло с санкт-петербурга и что у меня был с паучком вот название не могу вспомнить извините часто пишу так ну вот кратко о поливе ничего такого то есть если раньше первые полива были знаете какие они были методом погружения то есть все вот эти вот кашпо которые я могу вытащить из посадки до из этого кашпо все таки вот образом да не были но то есть я могу погрузить на половинку где-то вот тогда все плываю водичку опустить пускай минут пять-десять постоят и вода есть потом поднимаете вода стекает и ставите вот эту посадку можно таким образом делать тоже имеет место быть очень даже хорошо но вот с такими вот кашпо да вот такими вот как мастердам такое дело не проходит поэтому здесь только по краю и в нижнем стаканчике мы оставляем водичку все как-то так